всем привет с вами андрей санар недавно в комментариях сетовали на то что без рыбалки испытания катаны не считаются вот и рыбалка подоспела и так 15 декабря мы открыли зимний рыболовный сезон сначала хотели поехать на ладугу но в последние два-три дня хорошей информации с мест не было и мы поехали на одно из озер где любим ловить рыбу летом зимой мы там никогда не ловили а как известно поведение рыбы зимой и летом кардинально отличается как и клёвые точки наличие катаны дало повод устроить поисковую рыбалку проехать по самым уловистым летним точкам авось что-нибудь да поймаем тем кто еще не знает что такое катана сообщаю это надувные сани с колесным мотоприводом их основное предназначение перевозка рыбаков по ненадежному льду в случае если под санями разрушается лед катана не только остается на плаву но и позволяет быстро самостоятельно выбраться из полыньи и продолжить движение алгоритм самоспасения мы надежно отработали весной на трехсантиметровом льду специально провалившись раз этак 20 такое не снилось ни одному снегоходу или мотобуксировщику и под силу разве что аэролодкам но сравните аэролодку и катану аэролодку в багажнике седана не провезешь ее вес с аэроприводом составляет сотни килограммов а катана весит в сборе меньше 50 килограммов и в транспортном положении аналогично обычной надувной лодке длиной примерно 320 сантиметров с мотором наподобие тахатсу 9.8 ну это да но это из-за того что заднее колесо когда виражи не заламывают но мы даем первый раз как раз с виражами то все нормально ну что куда? давай пока на яму на какую? ну на эровскую яму на зато за огневый на пальчик на эровскую? да правильно а я тебе говорю вот про этот хребет куда мы бросаем в сторону где частые засыпы откуда хребет уходит в озеро ну давай подъедем туда или лучше пешком дотащим чтобы рыбу не пугать ну вот все дальше гулять в принципе да до первой точки домчались так быстро что аж ее проскочили лед был в порядке но только с рыбой не задалось с первой же лунки поймал маленького окушка а еще через пару минут отбил о край лунки небольшого судачка на этом клев прекратился и мы решили двигаться к самой дальней точке расположенной в четырех километрах от выхода точка славилась обилием хороших окуней летом имеет очень интересный рельеф поэтому была надежда что окунь будет присутствовать и сейчас и мы двинулись в этот долгий путь который оказался совсем недолгим на пути встречались пугающие черные участки льда с парящей водой я бы постерегся идти туда даже с пешнёй а вот на катане уверенно лавировал между этими пятнами и вскоре мы добрались до дальней точки ну вот так вот 4 километра до точечки взяли доехали кругом туман ехали по приборам давай пешню возьмем проверим что тут дай мне вылезти ты пока не вылезай вдруг блин сейчас вылезешь а тут блин лед на вылет понятно слабенький слабенький ну какой слабенький не пробил чё на поднятую я пара с этой пика ледыш вытяни его вперед знаешь как это как наши инстаграмные рыбаки делают давай сюда сюда ближе еще ближе еще ближе еще ближе а 6 в с а а а таких берешь на уху а этому кошки ну давай тогда ставим кошки у него то там ходила мявкала просила но получит значит окунь тут такой ароматный так у шарик в жопе шарик гигант практически лажен ладожский размер вот примерно вот таких они блин в этой в тросте ты ловит выложишь эту фотку с этими окунями еще спросят где в черном ли в шальдихе ну чё поехали к соснам сейчас пока заводиться буду эхолоты показывали мультики это мы так называем высокую рыбную активность на экранах но рыба была достаточно пассивно время от времени поклевывали окушки спортивного размера сначала я заталкивал их обратно в лунку но позже начал забирать чтобы покормить кошку на базе уж больно активно она изображала голодную когда мы собирались утром на этой точке мы пробовали большую часть времени которого катастрофически не хватало ведь сейчас середина декабря и вся рыбалка это только три-четыре часа не больше хорошо что мы были не пешком катана позволила быстро объехать несколько точек чему мы были очень рады а а а а ну собственно далее мы проверили еще пару точек безрезультатно потом вернулись на первую точку мультики выхолотах были совсем уж впечатляющими но это к сожалению оказалось стая белой рыбы ловли которой мы не занимаемся мы ловим рыбу на блесну стало стремительно темнеть и мы ушли на базу быстро собрались накормили кошку и поехали назад вот так и прошло открытие зимнего сезона так уж оказалось что для меня это первая рыбалка с использованием катаны в качестве транспортного средства катана уверенно везла двоих не самых маленьких рыбаков со шмурдиком быстро и надежно главное что она давала уверенность в том что с нами ничего не случится если мы влетим на участок тонкого льда и провалимся вот это вот спокойствие оно дорогого стоит и мы обязательно продолжим эксплуатацию этих замечательных саней на наших рыбалках петруха сортирует рыбу а коту коту рыбу коту такой вот чудесный улов за сегодня еще живой кот будет счастлив с вами был андрей сонар всем пока